Ой да на заре! Эту песню в русских селах поют уже больше двух веков. Передать ту интонацию, тот характер стараются участницы ансамбля «Светлопольские зори». Эти песни они услышали от своих родителей. Они шли на работу, пели. В поле шли, пели. Дома что-то они рукодельничали, тоже пели. И мы с этим самым выросли, тоже с ними шли на работу, тоже пели. Мы же им помогали. К народной музыке обязателен и традиционный национальный колорит. Музыкальными инструментами стали самый настоящий ухват и чугунок, которые раньше использовались по прямому назначению. Многообразие и красоту традиций народа в Самарской области собрал фестиваль «Живут в нашем сердце традиции истоки». Очень приятно смотреть на наших подрастающих поколений, на взрослых, которые доносят до нас свои культуры. Вместе с самарскими творческими коллективами на сцене артисты из маленьких сел и поселков. Зажег огонь в глазах и сердцах зрителей и цыганский танец ансамбля из Малой Малышевки. Хотя в коллективе нет ни одной цыганки, на творчество девушек вдохновляет дух кочевого народа. Цыганский танец – это самое интересное, которое будоражит воображение. Зритель просто в шоке, ему нравится, и мы хотим слышать аплодисменты. Мы разносторонне любим и русские народные, и цыганские, и чувашские всякие. Это просто очень интересно. Творческие коллективы национальной культуры и живут. Обряды, традиционные угощения, костюмы – все это помогает отразить самобытность народа. Прежде всего оживет душа, которая очерствела. У нас было поколение, которое вообще стало забывать чувашский язык. Как это можно забыть язык своих родителей, своих предков? Благодаря единению народов, взаимопомощи, взаимопониманию, мы становимся добрее друг другу. Мир становится добрее. Самому маленькому участнику фестиваля 5 лет, самому взрослому – 85. Традиции живы во всех поколениях.